Приветствую вас, Сергей, сразу хотелось бы вам дать понять один важный момент, что если вы настроены серьезно, если вы серьезно хотите вернуть, девушку свою, вот, то нужно понять, почему она ушла и от чего она ушла. Нужно понять причину, по которым она ушла. А без этого, без понимания причин, по которым она ушла, вам невозможно будет ее вернуть. То есть вы говорите о своей халатности. Вот. Но что это такое халатность? Что это? Как понимать идею халатности? Ну то есть в принципе. Что это значит? Что вы подразумеваете под ней, под халатностью? Считаете ли вы, что это, ну, что это какое-то пренебрежение? Или вы просто не делали того, что нужно было делать? Да? Или есть еще какие-то моменты, которые необходимо рассмотреть? Вот. Короче говоря, короче-короче говоря, у халатности есть всегда свои основания. И до тех пор, пока вы не увидите причины, по которым вы проявляете эту самую халатность. Вот. До тех пор, пока вы не увидите причину своей халатности. Она, скорее всего, будет снова и снова постараться. То есть давайте мы с вами для начала, да, ну просто вот, чтобы нам лучше ориентироваться, да, давайте мы с вами будем называть пренебрежительностью то, что вы описываете. Ну то есть. Я, значит, пренебрежительно отношусь, да, относился к этой девушке своей. Ну по разным причинам. Вот. Почему? Либо я боялся чего-то. И либо я хотел чего-то. Либо я думал о чем-то, предполагал что-то. То есть, то есть, грубо говоря, вот конкретно, где нижнотыковки с вашей, вашей пренебрежительностью. Ведь они есть. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. Они есть. Вот. И, соответственно, их нужно рассмотреть. Почему? Потому что они вам нужны. Вот эти недостыковки, да, они вам нужны, они необходимы вам. Как бы. Вот. Они вам необходимы. То есть, для чего-то, для чего-то, да, для чего-то, вам нужно было испытывать пренебрежительность. Вот. Другой вопрос, для чего. Другой вопрос, что за этим стоит, за пренебрежительностью. Если это страх отношений, например. Или, может быть, что-то другое. Да. Это первое. Второе, что вот хочется сказать вам. Это то, что не нужно, не нужно брать на себя вину, полную вину за то, что произошло. Потому что сто процентно вы не виноваты. Сто процентно вы не ответственны за то, что произошло. То есть, за это, за это, в том числе, ответственна и девушка ваша. То есть, на вас, на вас сто процентной ответственности нет. Ровно пятьдесят, ровно половина. Поэтому, в вопросе обвинения себя, да, вопрос, ну, в вопросах обвинения себя, лучше вам быть более, более, так скажем, осторожным. Потому что обвинять себя легко, но тот, кто обвиняет себя, да, вот, он, к сожалению, не вызывает уважения этот человек. Скорее вызывает такое, знаете, ну, немного брезгливости, может быть, вот, если угодно. То есть, для вас эта позиция, она неприемлема, если вы, опять же, хотите вернуть свою девочку. Понятно, да, о чем мне споречь. Я надеюсь. Дальше. Следующий, следующий аспект, следующий момент. Значит, следующий момент касается причин. То есть, только из-за пренебрежительности девушка уйти. не могла. Потому что, ну, как бы вы таким были, да, я уверен, что вы не стали более пренебрежительными по отношению к ней. А если не стали, то это, как бы, ну, естественное развитие отношений. То есть, девочка у себя не издавается пренебрежительностью, а из-за того, как она это воспринял. Понимаете? То есть, вы могли быть сколько угодно пренебрежительными, вы могли быть сколько угодно безответственными, но девушка ушла не из-за этого, а из-за того, что ей не понравилось. Ее не устраивало, как бы, вот, ну, что-то. в вас. В вашей, ну, в вашем поведении. Вот. Понимаете? И нужно вам проанализировать, что девушке не понравилось, что девушке не нравилось, чего девушке не хватает. Не хватало, не хватает, да, не важно. Вот. Это важно. Потому что только поняв, что ей нужно, вы решите для себя, можете ли вы ей это дать или нет. Понимаете? Потому что, если вы, ну, если вы не готовы ей это дать, то и отношения начинать, ну, наверное, не стоят. Как минимум. Ну, продолжать отношения. Вот. Не стоят, скажем так. Так. Вот. Это вот такой момент. Дальше. Вы спрашиваете, что делать? Да? Что делать? Я могу вам немножечко вопрос, ну, не переадресовать даже, а раскрыть. Да? Значит, что делать, чтобы что? Ну, вот, чтобы что делать. Понимаете, да? То есть, чего вы хотите. Если вы хотите чего-то для себя. Вот. Это одно. Понимаете? И вам нужно реализовывать себя. То есть, не с девушкой, да? Вот. А себя реализовывать. Это уже более важный момент. Если вы хотите девочку сделать счастливой, это другой момент. Понимаете? Вот. Но это, опять же, должно быть осознанным решением. Вот. Смотрите. Смотрите, какие аспекты. Это должно быть осознанным решением. Вашим. Вот. И из этого нужно исходить. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Если вы чувствуете себя хуже, так, в результате, ну, в результате, в результате того, что она ушла. Если вы сами чувствуете себя хуже именно сами, то девушка здесь ни при чем. Вам здесь нужно скорее про себя думать. Чего вам не хватает. Что вы хотите. Вот. Вот и все. Может быть, уход девушки есть некая определенная проблема ваша, которую нужно решить. Вот. Обратите на это внимание. И решив эту проблему, да? Вот. Вы, соответственно, уже сможете что-то сделать. Ну, то есть, подкорректировав свое собственное отношение, да? Подкорректировав свое собственное убеждение, подкорректировав свое собственное мироощущение, вот, вы сможете выстоять и сохранить себя. Да. Понимаете? Какая история. Какая тонкость. Вот. Вот так вот, Сергей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...